Мы с вами попали под грибной дождь в центре Варны. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас не в настроении, кто сейчас в депрессии. Я напоминаю вам, что мы сейчас переживаем все-таки лучшее время в году, когда самый долгий световой день дает и время, и возможности, и даже физиологические силы для того, чтобы свершать, и для того, чтобы радоваться жизни. А если вы не радуетесь жизни сейчас, на макушке года, на макушке лета, то скажите мне, как же вы собираетесь переживать ноябрь, например, или конец октября. Ну вот я думаю, что вас такой тезис должен разбудить и заставить вас все-таки выбраться из пучины грусти. Ну это первое. А второе, напоминаю вам, друзья, что почти до самого конца июня, на 25 числа, мы с вами еще живем под ретроградной Венерой. Она началась, она стала, вернее, в этот обратный ретроградный путь 13 мая. Часть периода уже позади, за плечами. Вы можете, кстати, уже сделать какие-то выводы, проанализировать, что лично вам принесла ретроградная Венера в этот раз. А если вы пока не знаете, к чему готовиться, то вспомните осень 2018 года. В прошлый раз ретроградная Венера была в октябре и в ноябре 2018 года. Вот что с вами происходило, ну или наоборот, не случилось тогда, примерно похожие вещи могут происходить и теперь. Или похожие переживания к вам придут. Вообще ретроградная Венера – это серьезно. Уже хотя бы потому, что она бывает раз в полтора года. Это вам не Меркурий, который туда-сюда мечется, три раза в год ретроградный, за ним и не следишь. Венера приходит всегда, знаете, когда надо и всегда с чем-то. Иногда что-то вообще сильно лишнее, сильно большое несет. Что происходит под ретроградной Венерой? Вообще, на самом деле, под любой ретроградной планетой, Ну, мы сейчас про нее говорим, про эту властительницу, так сказать, сердец наших и любовных чаяний. Венера ретроградная заставляет вас ощутить, что вы в тупике и дает возможность выбраться, выехать из тупика. Развернуться или включить заднюю скорость. В общем, кое-как развернуть оглоблю. Вот, отличное мне пришло выражение. Ретроградная Венера вам говорит, а поворачивайте-ка вы оглобли отсюда, друзья. Поэтому, конечно, что-то принципиально новое затевать, ну, как-то не принято в это время. Потому что сначала надо, ну, вот, прекратить двигаться в идейно неправильном направлении. Речь здесь может идти про очень разное. Вообще, по традиции считается, что Венера заправляет любовью в первую очередь. Поэтому будьте внимательны, слушайте подсказки, сигналы вот на романтическую тему от нее. Самое частое и самое, по-моему, безболезненное простое – это когда у вас будут заканчиваться отношения. Любовные такие, свеженькие, которые едва только начались. И вот сейчас раз и все, перестали вы созваниваться, встречаться. Ну и хорошо, порадуйтесь, потому что это значит, что, ну, скорее всего, вы вступили над какой-то тупиковый путь с таким же тупиковым человеком. Если вы больше всего любите деньги, то будьте внимательны к денежным делам. Потому что там возможности Венеры тоже велики. Там тоже носиком она куда-то ткнет. Если у вас какая-то вот едва наметившаяся сделка, например, сорвет с квартиры, не продастся или там что-то еще, то это тоже хорошо. Это значит, что в каком-то смысле неправильное решение бы вы приняли. Сейчас вот так случалось, что у вас есть возможность отказаться, не поставить где-то подпись, не заплатить где-то деньги. Ну и, в общем, благополучно об этом забыть. Поэтому каких-то общих универсальных рекомендаций, как всего и вся избежать, тут нету. Но могу сказать только, что будьте внимательны. Каждый день, знаете, повесьте себе... Нет, запишите в ежедневник, что ретроградная Венера, внимание, красным маркером. Скажу всю правду. Ну, насколько мне позволят совести воспитания. Следующее гадание у меня для близнецов, безусловно. Время сейчас мы все переживаем очень и застойное, и переменное одновременно. Вот этим оно и удивительно. Объективно многого не происходит, потому что это технически невозможно. А внутри, на тонком плане, происходит как раз много, о чём мы и раньше и догадаться, и мечтать не могли. У меня будет предсказание для вас на 12 домов гороскопа. 12 домов гороскопа – это такая испытанная, стопроцентная, древняя, старая, как мир, схема, которая рассказывает про разные уголки и заколки жизни человека. В данном случае это будет жизнь близнецов. Посмотрим, что вас ждёт в работе, в семье, в любви, в каких-то ваших чаяниях более возвышенных, абстрактных. И как раз с работы и заработков я хочу начать по традиции, чтобы уже со скучными взрослыми делами разобраться вначале, а потом переходить к необязательным, но приятным вещам, таким как любовь, например, дружеское общение. На работе близнецов июня ждёт очень много качественного общения. Качественным, под качественным я имею в виду такое доброе общение. Вас будут любить, вас будут понимать, вы будете любить с удовольствием, будете приходить в коллектив, неважно старый он или новый. Если вы ищете новую работу, сейчас вы в поисках, то вы её найдёте. Она будет по разным параметрам, по разным причинам изобильной, то есть с хорошей зарплатой. И самое главное, вам понравятся там люди. Близнецы бывают разные. Я думаю, что случай с близнецами имеет большое значение, это моё наблюдение, положение Меркурия в натальной карте вашей. Потому что близнецы есть такие, которые не интересуются окружением, то есть довольно устойчивы и толерантны, лояльны к людям. А есть близнецы, наоборот, очень включённые в общение, которые любят разговаривать, любят, когда их любят, которые сходятся с людьми, умеют по-настоящему близко дружить. Ну, опять же, Меркурия заведует этими вещами. Так вот, вот если вы из второй категории, если вы чувствительный близнец вдруг, то спешу вас поздравить. Вот весь июнь вы будете на работу спешить и даже наряжаться, и по дороге покупать шоколадки своим коллегам, потому что вам очень захочется кого-то угостить, кого-то порадовать. Ну, такие карты не про работу и не про деньги. Они вот именно для жаждущих и страждущих найти коллектив, встретить коллектив. То есть вот чтобы было, чтобы вот были люди вокруг. Ну, прекрасно, прекрасно. Карты – это не карьерные, поэтому я даже не могу сказать, ждёт ли. Ну, может быть, какой-то новый проект вы начнёте внутри вашего бизнеса, внутри вашей фирмы новый проект, такой очень коллективный. Но он тоже будет не столько коммерческим, сколько просто интересным для многих людей. Захочется больше общаться, будете больше времени по этому на работе, допустим, проводить. Скажется ли это на ваших заработках? Я не знаю, но заработки и ваши доходы, и повседневные ваши деньги очень сильно поменяются. Не то что… Ну, да, в лучшую сторону, безусловно. Давайте так, будем вот эти общие гадания округлять в пользу хорошего. Карты обещают вам по второму дому, а это как раз-таки имущество, денежные дела. По второму дому самые неожиданные перемены по судьбе, которые вас вынесут на новый уровень финансового сознания. То есть что можно гарантировать? Что близнецы по итогам июня будут меньше беспокоиться о регулярных деньгах. То есть у вас может случиться, знаете как, например, вдруг вам, вот если у вас сдельная оплата труда, то вдруг вам в июне поменяют ее на фиксированную, на оклад. Вот. Неожиданно? Неожиданно. А самое главное, можно будет вам уже расслабиться, ну и не так трепетать, и не так стараться. Потому что вы, знаете, как будто бы вы до какой-то несгораемой суммы дойдете в своих повседневных доходах. Если это все хорошо, но если у вас есть на июнь крупные финансовые планы, такие как какой-то заем сделать большой, типа ипотеки, открыть бизнес, куда-то инвестировать, вложить деньги, то нет, нет и нет. Ни первое, ни второе, ни третье не получится, потому что запутаетесь в иллюзиях, с кем-то поспорите, не поймете других людей и себя, и можете даже разнервничаться и что-то, типа, что-то вроде нервного тика нажить из-за этой темы. Поэтому большие финансовые дела не надо планировать на июнь. Ну, опять же, карты вот говорят, это дом карьеры у нас, вот есть такой десятый дом, называется «Середина неба». Общественное признание – карьерный дом, работа, заработки. Вот что не грозит близнецам – это потеря работы. Что не грозит – это отказ от карьерных планов. То есть, если вы планируете новую должность или новые, ну, вообще какие-то вот такие статусные вещи для себя, то планируйте, они, скорее всего, у вас получатся, сбудутся. Карьерный путь ваш продолжается, работа не кончится у вас, не прекратится, не прервётся, не прервётся стаж, как бы я сказала. Назначение новую должность очень даже возможно, очень даже можете его ждать. Дальше общение. Карты обещают нового человека в вашей жизни, нового человека, который вам несёт, принесёт хорошую новость, какую-то идею, чем заниматься. Новый друг. Давайте так остановимся на этом. У вас появится новый друг, подруга. Естественно, мы здесь, к полу никаких привязок тут нет у нас. Это человек, которого вы всем сердцем полюбите, с которым вы будете строить, в том числе, и денежные планы, по крайней мере, какие-то практические. Ну и вообще, дружеские разговоры, дела пойдут, просто блестящие, будут в каком-то смысле полезными. А вот делать ставку на контакты удалённые или какие-то интеллектуальные, на славу, известность, признание, на популярность через какие-то публичные выступления вам точно не стоит. Потому что вот как раз интеллектуальные отношения, отношения, одиннадцатый дом, здесь всё мелко, мелко, это мелкие карты, но всё-таки не очень хорошо. Могут придираться люди, очень вмешиваться в ваши дела, строить козни и делать совершенно ненужную критику. Вот сейчас по традиции одиннадцатый дом называют домом интернета. Ужасные комментарии где-то под вашими фотографиями, например, как они могут в картах выглядеть. Да вот так как раз, понимаете? Потому что, с одной стороны, комментарии это мелко, это несерьёзно, вреда вам это не принесет, а, кстати, пользу больше, это дорога к популярности. Но нервов может наделать кучу, потому что, во-первых, это будет а, несправедливо, б, очень как-то вероломно. Ну, то есть, вот таких вот, не наживёте новых интеллектуальных знакомств, я бы сказала, полезных. А без полезных-то их и так много все. Дом, дальние дороги. Ой, дома, по месту жительства близнецы будут испытывать прям нехватку денег. Ну, когда бывает актуальна вот нехватка денег в связи с домом? Как вы думаете? Мне кажется, когда ты хочешь переехать, а у тебя не хватает денег на переезд, например, на покупку другой квартиры или даже на аренду другой квартиры. Вот примерно такое состояние вам придётся переживать в июне. Это не потери, не катастрофы, это не конфликт, это ничего. Это всего лишь 5,7 пентаклей. 5,7 пентаклей – это такая пара, которая описывает время такой застойной досады. Вот там из-за нехватки только денег. То есть, знаете, бывают у людей проблемы, которые не решаются деньгами. И вот они по-настоящему называются проблемами, и люди эти действительно несчастные. Вам же выпадают как раз проблемы, связанные с домом, с бытом, с местом жительства, которые можно решить деньгами. А значит, это не проблема, а значит, пройдёт июнь, и появятся деньги, или накопятся, или найдутся. И вот эти вот текущие, текущая вот эта вот грусть, тоска ваша без следа развить. А пока в июне вот есть такое, нехватка денег очень проецируется именно на домашние дела. Ну, я не знаю, или, может быть, вы ужасно хотите ремонт сделать, потому что, ну вот, ужасно, не знаю, мебель поменять. Вдруг у вас такой зуд, а денег нет. И тогда вы вот так вот будете вот просто вот сидеть и вот ждать лучших времён. Любые проекты, связанные с заграницей или с учёбой, карты вам рекомендую. Даже, скорее всего, они получатся и состоятся. Будет подписан договор. Если вот вы собираетесь за границу ехать, учить или работать, будет подписан договор. Будет назначена ставка за ваш труд. Все деньги придут и уйдут, вернутся и появятся вовремя для вас. То есть вместе вот эти две карты, они такие железобетонную дисциплину. И абсолютно исполнение добуквенно любых обязательств обещают. Поэтому все контракты, договорённости, связанные с заграницей, с образованием, пройдут у близнецов очень в срок. Здесь нет какой-то спонтанной сумасшедшей дороги и никаких эмоций. Это, скорее, две карты, как гарантия того, что вот в этих вопросах всё будет на своих местах. Как часы сработают. Дальше любовь. Любовь и романтические отношения. Любовь и романтические отношения. Время, ну то есть эта тема для нынешнего времени очень проблемная. Потому что я даже вот на новые знакомства как-то затрудняюсь гадать. Потому что вот всё-таки положено сейчас социальную дистанцию соблюдать, например, полтора метра. А как же полтора метра с полутора метров познакомиться, если даже вот и не рассмотришь, и ну раз человек, если зрение слабое. Не знаю я поэтому. Но из песни слов не выкинешь. Есть у нас тут такой пунктик. Есть у нас дома в гороскопе, которые отвечают за любовь. И вам как раз она и достаётся. Близнецам придётся хитрить на тему любви. Вот представляете, хитрить на тему любви. Что-то странное? Да нет, не всегда. Вообще любовь – это обманная страна. И хоть только в ней бывает счастье. И всё-таки любовь – это обманная страна. И я настаиваю тоже. Обман в любви карта вам описывает. То есть преобладающая эмоция, связанная с любовью, с романтикой, у вас такая – обман. Вам придётся обманывать, может быть, подозревать в обмане любимого человека. Но ключевое слово здесь всё-таки – любимого. Потому что чувство очень большое у вас будет. Сердце не пустое у близнецов. А это всё прекрасно. Просто какие-то выходы, выходы, связанные с любовной историей, или поиск выхода из любовной истории, или поиск входа в любовную историю. В общем, вам придётся, знаете как, соображать. Что-то сообразить такое, чтобы поддержать вот этот вот какой-то романтический сценарий в своей жизни. В принципе, это, конечно, прекрасно. Скорее, вот эта семёрка, соседствуя с Тузом, даёт совет. Ну, то есть хотите любви. Или, например, если речь для вас о новом знакомстве идёт, если вот вы хотите нового романтического знакомства, то исхитритесь, привлеките к себе внимание, например, человека, который вам понравился. Заманите в свои сети, в конце концов. Этого тоже никто не отменял. Связанный, может быть, вот с любовью ваш первый дом, то есть это ваше внутреннее ощущение «я», ваш характер, взаимоотношения с собой. Несколько жертвенно для вас это всё выглядит. Будете очень сильно стоять на своём, ужасно стоять на своём. Вот в вопросах любви, например, это очень простой сценарий напрашивается, что, да, вам понравится какой-то человек, и вы будете, вот чтобы вызвать внимание, ответный интерес, вы будете многим жертвовать, и будете очень на этом настаивать, и будете в одностороннем порядке, без взаимности, но всё-таки привязаны, и будете демонстрировать эту привязанность. Достижение, несомненное достижение цели или стремление к цели в индивидуальном забеге карты вам обещают. Знаете, стиснуть зубы и стоять, 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 стоять на своём. А я не вижу другого стоять на своём, игнорируя мнение партнёра, игнорируя мнение других людей и большинства вообще. Ну, то есть, я не вижу просто вот эту тему, к чему ещё приложить, как только не к любви. То есть здесь не взаимная любовь, может быть, а скорее это взаимная любовь, история с взаимными чувствами, которая вдруг превращается в невзаимную. Ну, знаете, бывает такое, когда у одного любовь проходит, у другого нет, почему-то так мир устроен, основа мироздания в этом. И что получается в итоге? Что один настаивает на продолжение истории, другой наоборот, всего этого избегает. Поэтому вот. и уход из пары любимого человека, из пары с вами, уход любимого человека вполне возможен. Такой разочарованный уход. Вам, возможно, придётся вам кого-то разочаровать. Ох и сложная история любовная. Ну, такая, нет, умеренно сложная, видели бы сложнее. Вам явно придётся преодолевать препятствия и разочарованность любимого человека, но мне кажется, что это интересно. Для близнецов, движущей силой, которую в жизни является любопытство, это хорошо, потому что это как раз и любопытно. Вот эта история, когда всё непонятно, когда можно и нужно учиться, когда можно и нужно свой большой запас интеллекты и хитрости демонстрировать. Мне кажется, что вас должна такая вот схема, в общем-то, заинтересовать. И главный вывод внутри, не событийный, а вот внутри, на тонком плане, который вы вытащите из этого месяца, это будет такой выход из денег, выход из денежной ситуации. То есть вот, знаете, карты говорят, что вам, ну так, не драматично, но всё-таки на что-то не хватит денег, на что-то, что вы очень сильно хотите. И поэтому вот о чём вы будете думать и что вы надумаете и придумаете, это будет как раз связано с деньгами. То есть выход какой-то денежный найдёте вы. Ну, надоело жить в бедности, например, без собственной яхты. И вот вы как-то вот решились, знаете, когда же, в душе близнецы решатся зарабатывать больше. Ну и центральная карта, независимая карта расклада, это восьмёрка Пентакли, она тоже про деньги, или скорее про вложения, которые вы очень осознанно делаете, надеясь на будущее. Эта карта про учёбу, про освоение какой-то смежной специальности, про взрослый практичный подход к любым делам и контактам. И эта карта, безусловно, близнецам обещает успех от начинаний этого июня. Успех попозже придёт через полгода или через восемь месяцев, но он будет обязательно. Спасибо. Спасибо.